Девушки отдыхают Валентин Пугач Напоминаем, что мы активно сотрудничаем с нашим опорным вузом И, в общем-то, гордимся этим сотрудничеством Очень насыщенный год был для ВИАДГО И мы так вот основные события попытаемся окинуть взглядом во вторую часть Событий было очень много Даже не знаю, что Валентин Николаевич выберет в этом случае Ну и сейчас у нас не менее любимые, уважаемые нами гости Наши коллеги Алла Албегова, министр охраны окружающей среды Киросской области Алла Викторовна, добрый день День добрый И Роман Титов, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Вице-спикер законодательного собрания Киросской области Роман, добрый день И вам тоже отличного дня и отличной подготовки к праздникам Должно уже стать понятным, что мы затронем вопросы экологии Надо напомнить, что год экологии вообще-то завершается нынче Но я надеюсь, что вопросы и их решения Год экологии никогда не должен завершаться Никогда не закончится, да И приурочили мы эту встречу, кроме того, что какие-то итоги Все-таки мы подведем к форуму действий Народного фронта На котором наши гости присутствовали И там был презентован проект Парка Вятка Проект, который Алла Викторовна лично, мне кажется, прям, да В течение долгих лет Просто парк, национального парка Вятка Я накануне заглянул в Википедию на странице информации о том, что в стране у нас полсотни вообще национальных парков И наша область могла бы стать 51-м в этом порядке, да? Мы все для этого постараемся сделать И в этой части я благодарна активистам УНФ Поскольку, ну, буквально, наверное, полторы недели назад была встреча активистов с Игорем Владимировичем С губернатором нашей Кировской области И они этот вопрос поднимали Говорили об их обеспокоенности О том, что все-таки территории, которые достойны Значит, присвоения статуса федерального уровня Да, охраняемой территории федерального уровня И мы ничего не можем в этом плане сделать И они обращались к Игорю Владимировичу с просьбой помочь Ну, и предоставилась такая возможность на форуме действий этот проект засветить Потому что, на самом деле, я напомню, если позволите С 90-х годов трижды пытались, значит, эту территорию закрепить в этом формате Более того, в 90-х годах работали над обследованием этой территории ведущие ученые Санкт-Петербурга Значит, был проект создания Но в связи с тем, что были некие трения А может быть, даже недопонимание Неправильная подача, может быть, информации местным жителям Почему-то создалось впечатление, что нацпарк — это, скажем, какая-то резервация Значит, никто из местных жителей не будет вести традиционный отдых Собирать грибы и ягоды И вот под этим предметом, под этим предлогом Значит, такое сформировалось негативное отношение к этой теме И вот, к сожалению, в 93-м году, когда проект был готов Не было поддержки стороны муниципальных образований Я напомню, что тогда планировалось нацпарк создать на территории трех районов Это Лебяжский, Советский и Налинский Значит, в 2010 году мы еще раз к этой теме подступали Более того, тогда приезжал у нас министр природных ресурсов Труднев Юрий Петрович И также мы эту тему поднимали Было его прямое поручение в Минприроде внести данное мероприятие В концепцию развития ОПТ Российской Федерации до 2020 года Это мероприятие там есть Были выделены средства на разработку, ну, уже на корректировку этой проектной документации Значит, у нас была в правительстве создана рабочая группа Мы тоже плотно там работали Потому что тут, вот в чем, например, достоинство национального парка В том, что он позволяет отдифференцировать территории Значит, на те, которые там строгого режима Где, ну, какие-то особо уникальные вещи И обычные территории для рекреации Но самое главное, чтобы эти территории Они, там, скажем, на них не было там Какой-то производственной деятельности Там, условно, добычи Там, эти территории не отдавались в частную собственность Это тоже очень важный момент Но отдых, рыбалка возможно Отдых, рыбалка, безусловно, экотуризм Более того, на наш взгляд, создание такой территории Она, ну, может стать такой точкой роста Для социально неактивных районов муниципальных Это и развитие какой-то там гостиничного бизнеса Какой-то инфраструктуры Потому что это все-таки бренд национальный парк Более того, это рабочие места Которые будут финансироваться И содержание будет за счет федерального бюджета Это тоже немаловажно И, ну, на наш взгляд, вообще Эта тема, она правильная с точки зрения Будущих поколений Что мы эту территорию нам не простят Если мы эту территорию, вот так, скажем Отнесемся к ней безразлично И не сможем там ее как-то закрепить Федеральным статусом Но вот сейчас у нас еще, там, скажем Мы продвинулись дальше Потому что в рамках вот той проектной деятельности У нас, кстати, в ней природа Московская организация тогда работала Они предложили подход несколько иной И создать национальный парк по кластерному типу То есть еще добавить какие-то уникальные точки В регионе, в состав этого парка Ну, например, котенческое захоронение париазауров Это уникальное же месторождение Тоже болею душой И там давно мы пытаемся Значит, вообще, считаю, что эта территория Достойная присвоения статуса Объекта культурного наследия ЮНЕСКО И для этого в прошлом году, значит, губернатор подписал И уже Игорь Владимирович, значит, работал Мы тогда тоже, как бы, просили поддержать Он подписал обращение Значит, мы сейчас там стоим в очереди на создание Но, понимаете, если эта территория не будет федеральной Хотя бы ООПТ Нам гораздо сложнее ее продвигать Как объект На международном уровне Да, на международном уровне И таких территорий несколько И вот эта вот идея создания Нацпарка может быть государственного Природного, ландшафтного заказника Но нацпарк как-то больше нам нравится Значит, по кластерному типу Где самые уникальные вещи И там не надо бояться того Что что-то там традиционно не будет делаться Да, безусловно Не будет браконьерства на реке Я сама в прошлом году Вы знаете, что там я с университетом выезжала У нас была экспедиция позапрошлым году И я с вами выезжала И вы выезжали, Светлана Владимировна Действительно, мы с вами там прекрасно Значит, видели какие-то красоты Значит, и сама своими глазами Видела, как рыбаки В этом месте ловят сетями А объекты там водно-биологически уникальны Стерлить, например, да Ну, вот варварства такого не должно быть Ведь местные рыбаки Жалуются на то, что рыбы стало меньше Значительно в тех местах А вот потому, что там без пригляда Эта территория совершенно Там чихонь мешками добывают сетями Там пути миграции находятся рыб Сам сталкивался с этой ситуацией Как только сезон Как только путина начинается В лес выходят специально подготовленные машины Значит, на дутиках На таких огромных колесах Река перекрывается сетью А с учетом того, что у нас, к сожалению, так сложилось Инспекторов не так много А площадь водных объектов достаточно большая То, собственно говоря, не перекрывается Атары Это любимое место рыбаков-барканьеров Потому что далеко от всех А рыбы там было много Во всяком случае, еще недавно Да, поэтому Кто был там на этих территориях Сейчас ведь там очень много И, знаю, летучий корабль проводит Всевозможных там сплавов Кто был на этих территориях Они влюбляются, как правило И понимают, о чем идет речь Вот поэтому мы не перестаем с этой темой Ее дальше продвигать И просили, значит, вот там, когда Пригласили от правительства области Меня в качестве спикера Да, вот по этой теме Предложили выступить Мы, я безусловно выступала И просила, чтобы активисты УНФ На форуме действия Поддержали обращение в адрес Минприроды О завершении этих работ Ведь они были просто приостановлены Не закончены Значит, очень надеюсь, что Этот вопрос попадет в резолюцию форума Но резолюция, это очень серьезно Именно форума УНФ С учетом того, что его поддерживает Президент России Владимир Путин Это будут прямые поручения В адрес федеральных органов власти Вот такая история Роман Альбертович, каковы наши шансы На попадание в резолюцию И когда будет ясно Для понимания наших шансов на попадание Я вам сразу скажу Что спикеров чиновников Алла Викторовна у нас Руководитель исполнительного органа власти На форумах УНФ не бывает практически никогда Но в адрес региона В адрес правительства Киевской области В адрес Аллы Викторовны Было именное приглашение руководства УНФ Было предложение выступить На этих площадках, сразу скажу С такими докладами никто не выступал И я оцениваю наш шанс Как очень большие Или на попадание в итоговую резолюцию Или как максимум Ну это мечта Это поручение президента Правительства Российской Федерации На нашей стороне Не только поддержка региональных властей Огромное спасибо и губернатору И Максиму Николаевичу Кочеткову Курирующему эту тему У нас с самого начала сложилось взаимопонимание На нашей стороне Совет Федерации Который буквально осенью Нам не удалось это пробить В резолюцию по итогам дней Киевской области в Совете Федерации Весной Но осенью профильный комитет Рассмотрел этот вопрос И тоже рекомендовал правительству Российской Федерации Рассмотреть историю С созданием нацпарка С созданием некой особо охранения Природной территории на Атарах И поэтому мы оцениваем шансы Как очень большие И надеемся, что наконец-то Киевская область из хвоста регионов По количеству по площадям особо охранения Природных территорий Переместится, ну хотя бы в середину Потому что, к сожалению, мы пока Мягко говоря, не на лидирующих местах Мы сейчас прервемся буквально на полминуты Продолжим про Так хочется сказать Про национальный парк Вятка Как о состоявшихся событиях Про вот этот проект Продолжим говорить с Аллой Албеговой И Романом Титовым Продолжаем разговор Дневной разворот Очень интересная тема Мы посвящаем вопросам экологии В частности, о формировании Национального парка Вятка И здесь мы беседуем на эту тему С Аллой Албеговой Министром охраны окружающей среды Кировской области И Романом Титовым Сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта Вице-спикером законодательного собрания Кировской области Давайте мы сейчас еще раз Нарисуем картинку Карту такую Какие конкретно территории Планируется ввести в этот проект Три кластера Атарский Это три излученные реки Вятки На территории трех районов Советского, Налинского и Лебяжского Нимдинский кластер Это там несколько уже существующих Памятников природорегионального значения Это заказник Пижемский Значит, великолепные там ландшафты Скалы, водопад Совершенно точно И котельнический кластер Это место захоронения париозавра А вот эти кластеры Мы на региональном уровне создавали уже Нет, нет, нет Это вот кластеры, которые мы собираемся В состав национального парка Примерно ориентировочно Мы планируем, что это будет 50 тысяч гектаров Эта территория Это не так много Но достаточно для того Чтобы национальный парк создать Ну и плюс будет какая-то буферная зона Так называемая охранная зона Она существует Для того, чтобы не было Такого негативного воздействия На саму территорию Если на территории Немды Где скалы и где водопад Мы очень хорошо знаем Кировчане эту территорию Есть пижанский заказник Заказник, да Государственный заказник Там нет никакого статуса Мы сразу понимаем Федеральный статус охраны Обозначает совершенно иное финансирование Не зависящее от специфики регионального бюджета Совершенно иное вообще отношение То есть мы действительно надеемся Что если федералы, федерация Этот проект возьмет Если он им понравится То у нас появятся территории Где можно и отдыхать И одновременно На которых режим охраны Не позволит варварски отдыхать Загрязнять территории Хищнические, рыбачить И прочее, прочее То есть такого На территории Кировской области Наверное еще нет То есть, грубо говоря Существующие заповедники Туда людям просто Проход, грубо говоря, запрещен А здесь можно будет И посещать Я обращаю внимание Что это не заповедник Действительно У заповедников Очень жесткий режим Суть национального парка Она другая Сохранить какие-то уникальные места Отзонировать их Но в то же время Вся остальная территория Она будет служить Именно рекреацией То есть отдыха Экологического туризма Ну и плюсом ко всему Я еще раз обращаю внимание Что это действительно Целиком федеральное содержание То есть и благоустройство Этих территорий Да И создание рабочих мест В виде Ну так скажем Учреждения по управлению Этим национальным парком Вот я как раз хотел спросить А административно-управленческой Какая форма будет? Придется структуру какую-то создавать? Ну вот мы пока Это рано еще, конечно, обсуждать Мы пока видим Возможно Есть смысл Объединить Там скажем Управление Сейчас у нас Федеральное государственное Бюджетное учреждение Нургуш У которого два участка Тулашур и Нургуш Вот возможно Какую-то Общую администрацию Которая всеми Охраняем территориями Федерального значения Будет на этой территории Управлять История Даже вот все-таки Вот это уникальное место Это второе по величине После южноафриканского Местонахождения париозавров Естественно, это достойно Чтобы попасть в список ЮНЕСКО И вот вы правильно сказали, Алла Викторовна Это бренд Действительно тот, который может играть Для Кировской области Серьезную роль И экономическую И культурологическую роль И с точки зрения развития науки Мы это обсуждали как раз В поездке на Атарскую луку Потому что вещи, которые Вот выходят, Володь Ты, может быть, наверное, тоже знаешь Как человек, который На Вятке неоднократно бывал Увлекаясь немножко рыбалкой Каждый год вымывается Масса интересных вещей Из берегов оттуда Торчат просто клыки и рога Которые были принесены в нашу студию Которым тысячи и сотни тысяч лет И которые достойны того Чтобы их и изучать И сохранять И хотелось бы, чтобы к нам Вот в качестве экологических туристов Приезжали люди заинтересованные Целыми семьями Может быть, группы студентов И российских, и зарубежных Конечно, в том числе научные связи Можно развивать Научные контакты, связи, конечно Это все Есть еще одна тема Которую мы еще так особенно не засвечиваем Но, тем не менее Уже есть поручение губернатора И Максим Николаевич Очень плотно работает Максим Николаевич Кочетков Это наш зампредседатель правительства Который курирует В целом промышленный блок Курирует вопросы экологии Леса и промышленности Вот у нас такой синергизм Прямо просто буквально происходит Значит Идет речь о возрождении Судоходства на Вятке Если там в предыдущие годы Вот начисто отметалась Эта тема И говорили, что нет Не будем этим заниматься Там невыгодно Экономически И так далее Но вот здесь Если это все-таки получится Для этого усилия Со стороны правительства Определенные предпринимаются То, скажем Туризм в виде Водный туризм В виде уже серьезных Каких-то суден То есть это Межрегиональный Совершенно верно Туризм Который мы можем сюда приглашать И, скажем Наших гостей С других территорий Которые сплавляются И готовы там На теплоходе На пароходе, например Проехать посмотреть Красоты Вятской земли В целом Российской Федерации Вятской земли В частности А какие еще изменения Почувствуют Случаи появления Национального парка Мы говорили о браконьерах Как-то жестче будут С этим обращаться А вот местные жители Какие изменения Увидят еще Вот я в данном случае Для местных жителей Вижу Как бы Два момента Первое Это Ограничений Они не почувствуют Тех Которыми их все пугают Шлагбаумов не будет Не будет Точно совершенно И там Когда говорят Что там Вы будете покупать билеты Чтобы пройти туда Ну такого Я надеюсь Не должно быть По идее И по логике Это не соответствует Хотя волну В свое время гнали В один из предыдущих этапов Что нам запретят Ходить в лес Собирать грибы Ягоды Ловить рыбу Традиционными способами лова Это неправда Нацпарк Таких ограничений Не предполагает Для местных жителей Вы знаете Сложно сейчас Даже там Скажем Придумать Какие толчки Это может дать Ну вот я Там гипотетически Сейчас фантазирую Ведь есть у нас люди Которые занимаются Например Разведением пчел Пасеками Там скажем Мед Который Нацпарк Да Который собран Нацпарке Это же ведь тоже Определенный бренд Чи Там предположим Ну очень масса Я думаю Что вот люди С коммерческой Какой-то там жилкой У меня мечта Как у городского жителя Простите Перебиваю Видимо Более Сейчас моя Там вырвется наружу Это хорошие Сельские гостевые дома То есть вот мне Некуда приехать У меня нет родственников В селах А когда мы проплывали Вот по Атарской Даже Луке Там маленькие деревеньки Еще такие остались С очень сложным доступом Володь В какие-то времена Туда вообще доступ закрыт Может быть Формирование нацпарка Даст возможность Как раз И дорожную сеть Улучшить Безусловно Какая-то инфраструктура Со временем Не надо понимать Что это вот прям Завтра появится Но со временем Инфраструктура Если это все начнет Развиваться Подниматься Инфраструктура В том числе и дорожная В том числе и в виде Каких-то гостевых домов Там скажем Я не знаю Выехать с детьми На неделю На две на берег реки Это называется Точка роста То есть В том же Лебяжском районе Который тоже относится К территории Атарской луги Вот таких точек роста Боюсь не сильно много Которые могут повлечь С собой Ну такие Тектонические сдвиги Когда появится Стимул местных жителей Производить мед Какие-то домашние продукты Какие-то фермерские товары И будет сбыт недалеко И мне надо будет Пытаться везти это в Киров Когда это можно будет Продать туристам Когда дома Можно будет сдавать И строить на посту Я был давно Достаточно в этих местах Там было большое количество Неэксплуатированных Брошенных домов Люди уезжают Вот это способ Людей оставить на земле И позволить им Заниматься тем трудом Которым они Поколениями привыкли Заниматься Но получать за него Совершенно иную оплату Которую они сегодня Из-за отсутствия турпотока Получать просто не могут Или приехать новым Тем, которые заинтересованы Городские жители Почувствуют Что вот наконец-то Забывается их мечта О тихом, уютном месте В экологически чистом Как говорится Знаете, даже такой Как бы маленький секрет Приоткрою Вот когда мы там В десятом году Эту тему поднимали Вот вдруг массово Просто начались Какие-то звонки Какие-то там Навстречу Местные жители Еще какие-то бизнесмены Пытались прорваться С идеей такой Значит Либо продать земельные участки В этой территории То есть они точно Совершенно в какой-то Видимо цене Начинают расти Я не очень Сведуща в этих вещах А там Кто-то наоборот С точки зрения Там А вот если я Там Хочу отвезти Себе земельный участок Как это может Повлиять Там Скажем На Как в этом статусе Я могу Вообще это сделать На самом деле Значит Я тоже Когда-то Была там Вот со стороны Лебяжского района Там очень много Земельных участков И сейчас уже Построенных Домов Коттеджей Это Ну что скрывать Это москвичи Которые приехали Там живут И вот Когда Выйдя На открытое место На высокую Сторону Этой реки Видишь Что у них Заборы До уреза Реки Чего совершенно Не должно быть Это должен быть Свободный доступ К водному объекту Вот этого точно Не должно быть А если Построенные Там скажем В том числе Эти дома Ведь в водоохранной Зоне разрешается Строить постройки Самое главное Чтобы они были С мероприятиями Защищающими Значит От загрязнения Эти территории Сейчас современные Есть очистные Мини-очистные Сооружения Которые можно Поставить В любом Доме В любой Гостинице Поэтому Ну вот Сейчас Я говорю Сложно спрогнозировать Но я думаю Что наше Население Ему не надо Подсказывать Они сами Увидят Свои какие-то Возможности И точно Национальный парк На эти возможности Будет работать А администрации Этих районов Простите В Клинисе Вы с ними беседовали Уже Они какую позицию Занимают Ведь от местных Властей Очень много Вы знаете Там скажем Когда мы в 10-м году Начинали активно Просто работать По этой теме Более того У нас вот Там были активисты Которые встречались С ветеранами С людьми уважаемыми Почетными Значит На Всех трех думах Было принято решение О том Что поддержать Эту тему Но вот Спустя какое-то время И Там теряюсь в догадках В связи с чем Это произошло Вдруг Дума советского района Отменила свое решение То есть сейчас Пока Думы Лебяжского Налининского района Это решение поддерживают Но с думой советского района Наверное придется Дополнительно работать Объяснять Ну там Вообще ситуация непростая В советском районе Национальный парк Вятка Я надеюсь Я надеюсь Не знаю Как Володя Тэй Он все-таки Появится на территории Кировской области Мы еще называем Этим Местовятской Швейцарией Да-да-да А кто придумал Это название Вы знаете Я это услышала От нашего первого Руководителя Юрия Павловича Мельцова Это вообще Его когда Идея Значит там Он мне ее так Передал по наследству И сказал Сделай что-то Для региона Это вообще Госком экологии В 90-м году Первый природоохранный орган Который создавался У нас был руководителем Юрий Павлович Мельцов Глубоко уважаю этого человека И начинал он Работать Вот по созданию Нацпарка Но сейчас Он практически Определил бренд Потому что Вятская Швейцария Это и туризм Это и медицинский туризм Там можно отдыхать Да Реабилитироваться Это сразу же Какие-то красоты Это сразу высокий уровень И Ну даже придумывать Уже нечего Если это состоится Надо только напомнить Я вижу просто В отчете на сайте ОНФ В разделе ОНФ Кировской области Что Вот этот проект До сих пор существует В рамках В рамках концепции Развития системы Особо охраняемых Природных территорий Федерального значения Минприроды И Эта программа Рассчитана До 2020 года То есть мы вовремя Возбуждаем Снова вопрос Чтобы успеть В рамках этой программы Реализовать Намерения Стоит У нас еще знаете В рамках ОНФ Еще одна Очень важная тема Я надеюсь Тут Роман Альбертович Ее сейчас разовьет Тема зеленого щита Была поднята Наверное Все таки после рекламы Мы уже к этому перейдем Через две минуты Буквально О зеленом щите Мы поговорим С Аллой Албеговой И Романом Титовым Продолжается программа Дневной разворот Мы беседуем С Аллой Албеговой Министром охраны Окружающей среды Кировской области И Романом Титовым Секундочку С председателем Регионального штаба Общероссийского народного фронта Вице-спикером Законодательного собрания Хотели закрыть Уже тему По Сегодняшней программе Закрыть тему По Вятской Швейцарии Создание Национального парка Вятка Но у нас есть Телефонный звонок Давайте послушаем Алло, добрый день Вы в прямом эфире Как вас зовут? Алло, здравствуйте Меня зовут Александр Александр, у вас мнение По поводу нацпарка? Да, мнение И предложение Давайте, Александр Слушаем вас Приложение По поводу национального парка Я поддерживаю Конечно, это будет здорово С точки зрения Экономики Нашего региона А вот с точки зрения Как бы всего остального Есть большое сомнение Потому что я рыбак со стажем Я охотник И вот мы постоянно Справляемся по реке Вятка В районе Атарской Луки Ну и в целом Во многих местах Вятки Вот За весь период Моей вот Рыбакской карьеры Меня ни разу На реке Вятка Не устанавливали Господа инспектора И ни разу Не устанавливали Инспектора ГИМС А вот вы говорите Там ворорские Там еще Женя какие-то Пятая, десятая А где контроль Кто будет контролировать Александр Совершенно закономерный вопрос Спасибо вам У нас просто нет контроля Спасибо за вопрос Александр А вот именно В этом-то суть Что у нас Действующих инспекторов Рыбнадзора Это федеральная, кстати, структура Всего шесть человек На всю территорию Кировской области И больше нет У нас таких полномочий Сейчас нет Мы вообще не имеем права Честно говоря Вот единственное В нерестовый период Мы там Есть план Который Значит У нас подписывает Максим Николаевич Кочетков Который мы Там совместно Разрабатываем С федералами Роспроднадзором Приглашаем туда Линейную полицию Там скажем УВД И вот В период нереста Мы такие группы Оперативные организуем Выезжаем Но это конечно же Там вблизи Кирова Потому что тут тоже Вакханалия определенная А там все Это очень далеко Так вот Как раз таки Создание национального парка Позволяет создать Структуру Инспекторского надзора Федерального уровня У которого Будут полномочия У которых будут Так скажем Материально-техническое обеспечение Лодки, катера Какие-то там Необходимые приспособления Для того Чтобы действительно Бороться с этим браконьерством Вы абсолютно в точку попали Я благодарю вас За такое предложение Но оно как раз В теме Нашей Там скажем Нашей идеологии Мы хотели перейти К зеленому счету Но все-таки Нацпарк заделал Наших слушателей Давайте еще один звонок Примем Алло Алло, добрый день Александр Да, да Я просто У меня еще одно было мнение Это Может позвить Приложение Как там Вот Есть такое Всеми известное Воробьево Круты Да, знаете Да, знаем, конечно Если вам не трудно Дейте, пожалуйста И посмотрите вокруг Что происходит Спасибо, Александр Поняли Спасибо Давайте в двух словах буквально Ну Александр Тема очень известная Понятная И были обращения В прокуратуру И мы выезжали Вот Я просто не хочу Занимать сейчас время В эфире Я вам Готова с вами Отдельно пообщаться Если можно Запомните телефон 64-52-01 Это приемная Позвоните И мы с вами договоримся О встрече Там Не все так просто Но Я вам готова рассказать Как бы Мы действительно ситуацию там знаем Я думаю, что мы и здесь Тоже в этой студии расскажем Но уже в новом году Об этой ситуации У нас много чего есть рассказать Много было рабочих групп В этом году проведено И по многим проектам Пошло движение Но давайте все-таки Вернемся к зеленому счету У нас есть два проекта И осталось всего 6 минут Кому дадим? 7 минут времени Я тогда коротко Пробу проекта Потому что на самом деле Зеленый щит И интерактивная карта свалок Тесно связаны И по обоим этим проектам Кировская область Находится в лидерах То есть зеленый щит Мы приняли Закон о зеленом щите Второй в Российской Федерации Но Де-факто Пальма первенства Именно у Кировской области Потому что Коллеги из Ярославля На день раньше создали Зеленый щит Площадью 550 гектар У нас он Площадью Больше 170 тысяч гектар Ну расчетный Идет То есть такого Масштаба еще не было И мы с коллегами В Москве делились опытом Я выступал Потом в кулуарах Подходили В течение обоих дней Мероприятия Люди из других регионов И задавали вопрос Как это вообще удалось Так быстро сделать Потому что На сегодняшний момент Создание зеленых щитов Завершено только В 16 субъектах Российской Федерации Хотя инициировано Во всех 85 У меня ответ был простой Мы с самого начала Не пошли Вот в своем фарватере А начали работать Вместе с органами Исполнительной власти Как с Аллой Викторовной Так и с представителями Лесного ведомства Слава Богу Куратор один Так и с городскими властями Так и со всеми Семи структурами И поэтому Мы с самого начала Выбрали тот путь Который нам позволил Все противоречия Снять еще до этапа Вынесения темы В общественное обсуждение Второй момент Почему нам это удалось Во что еще утыкаются коллеги Они утыкаются В законодательное собрание Где во многих регионах Очень представлены Разные лоббистские группы Которым не очень хочется Ограничивать застройку Лесопользование В пределах городских территорий А у нас тут лоббист Зеленого щита Законодательное собрание Лоббистом зеленого щита Действительно получилось Эту тему протащить И сегодня наших союзников По зеленому щиту Становится все больше и больше Буквально вчера Меня Алла Викторовна обрадовала Виктор Петрович Савиных Вместе со своим научным учреждением С огромным кадровым потенциалом Научным Он присоединяется к этому проекту Каким он важен? Космическая возможность? Конечно Безусловно Мигаек Да, да Возможности их технически Очень серьезные И когда я вчера На Виктора Петровича вышла И разговаривал Сказал Виктор Петрович Поддержите Он сказал Зеленый щит Это очень важно Готов поддержать Войти в состав рабочей группы Готов там С Мигаеком У нас еще один интересный проект Не буду о нем озвучить Нет, подождите Еще раз Что будет делать Савиных все-таки? Значит, вот смотрите Сейчас Главный по космосу будет Вот смотрите Сейчас будет самая главная работа Вот на ЗАГС собраний Только там принято решение О том, что Контур очертили Контур очертили Мы создаем его Но контур очерчен В рамках зеленой зоны Существующей Там описательных границ Сейчас самое главное Сделать эти границы В координатах И из всего этого контура Выделить те территории Которые не соответствуют Режиму зеленого щита А заодно Поставить на кадастровый учет Соответствующим ограничениями Те земельные участки Которые войдут В этот зеленый щит Потому что на сегодняшний момент Там у нас ограничений Как таковых отсутствуют То есть, грубо говоря Человек по земельным участкам Он не знает В составе опыта Зеленого ли щита Потому что у него В сведениях Госфреста ничего нет А мы сделаем эту работу Так что То есть, охрана будет Со всех сторон Но если переходить К интерактивной карте свалок И скажем так Коротко резюмировать Потому что вижу время Нет, у нас еще есть на свалке Три-четыре минуты Закончите с цевиных, пожалуйста Тогда давайте Ну, во-первых Тут как натурные Какие-то исследования Так и для ускорения Упрощения Работа с Так называемым ДЗЗ Дистанционное зондирование земли Есть возможность Эти снимки Ортофотопланы Брать Со спутников Со спутников Понять там Лес вообще есть На этих участках Или нет Какое состояние Нет ли там Объектов незаконной Застройки Которые нарушают Уже существующий режим Особоохранения И сразу лучом Это из космоса Выжигать, если есть Вы пересмотрели Восьмую часть Звездных войн Ну, надо Конечно, на самом деле Все скоординировать Потому что Есть публичная карта Там, значит Земельных участков Да, этот наш кадастр Реестр Да, не все земельные участки И там есть очень много ошибок И нам надо сейчас Вот очень грамотно Чтобы потом Не было проблем Не было каких-то Ситуаций Когда У нас территория Например, в зеленом щите Оказывается, что это там Частная территория Да еще и там Отведено Отведено Под недра Добычу Да, то есть точно Плюс ко всему Мы должны исключить Из этой территории Все перспективные Участки Которые планируются Под развитие Города Кирова Города Кирова-Чепецка И города Слободского Они имеют в виду Под управляемое развитие А не под стихийное Расползание Да, они Зафиксированы В схемах Территориального планирования Мы будем брать Оттуда информацию И ее Там, скажем Фиксировать Все равно В любом случае Мы понимаем Что города Развиваются Растут Так вот Это фиксировано Связано с схемами Терпланирования Генеральными планами Мы эти участки Нам должны предусмотреть Сколько лет еще понадобится Нам на то Чтобы оформить Все-таки 180 дней 180, да Космос нам в помощь И Виктор Петрович Все космические силы Все космические силы Будут формировать Зеленый щит Нашей агломерации И интерактивная карта Свалок Пожалуйста, Роман Я хотел бы Отдельно поблагодарить Всех людей Которые послали сигналы На нашу интерактивную Карту свалок 499 свалок За неполный год Были нанесены На карту Свалок УНФ Из них 238 свалок Совместно с органами Власти местного Самоправления Были ликвидированы 48 процентов Почти половина Это сильно выше Среднероссийского показателя А какой Среднероссийский показатель? Существенно ниже Скажем так Да Вот То есть Действительно 48 это Процентов Это один Самый высокий результат В России И Нам Очень важно Что мы Не только Отработали Вот этот пилотный проект Но и то Что проект Сейчас переходит В хорошие руки Проект интерактивная карта Свалок Был настолько Высоко оценен Профильным ведомством Минприроды Что с нового года Федеральный Проект становится Федеральным Он передается В ведение Минприроды И будет Координироваться Общественным советом Куда Войдут И представители Общественного Народного фронта Кировского Федерального Может и Кировского Я хочу здесь Добавить Что параллельно Не договариваясь Это произошло Случайно Но это Опять же Помогло Скажем Эту работу Выстроить во взаимодействии Параллельно Мы создали Информационный ресурс ГИС экология Многие об этом Слышали Наверное знают Порядка 40 слоев И один из слоев Общественный инспектор То есть Точно так же Мы выявляли Благодаря Активности граждан Наших общественных волонтеров Выявляли места Несанкционированного Размещения Там Наносили их на карту Значит Фотографии Подкрепляли Что там действительно Пока безобразие Дальше брали в работу Те Свалки Которые убраны Они отмечались Зеленой точкой Значит Вот у нас По этому году Сайт начал Не с самого начала Года работать 420 несанкционированных Мест мы выявили 30% Ликвидировано 100 мест Примерно мы ликвидировали При всем при этом Это не стопроцентное Пересечение То есть Есть общие некие объекты А есть объекты Которые абсолютно Отличные Поэтому Общее количество Ликвидированных свалок Оно существенно больше Совместными усилиями Да Ну это вот Тоже мы считаем Что очень сильный проект И там Скажем Вот Наш зампред Я наверное Сегодня не перестаю Об этом говорить Максим Николаевич Поприте в нашу студию Чтобы не только Поминали Совершенно верно Когда изначально Говорилось об этом ресурсе Я честно говоря Его немножко Восприняла в штыки Я думала Это нереально Это невозможно Но мы это сделали Практически за два месяца И сейчас я вижу Какой эффект Мы от этого получили Поэтому всем Действительно Гражданам Активистам Огромное спасибо Мы продолжаем работать Куда заходить Потому что береги год волонтера Меж тем И я думаю Экологические волонтеры Это будет Тренд такой определенный Зовите пожалуйста Еще раз сайты Куда можно зайти По свалкам Картасвалок.ру Это сайт народного фронта И теперь сайт Минприроды с нового года Я сейчас вот честно говоря В затруднении Я не могу вспомнить Эту ссылку Но самое главное Что можно Зайти на сайт Правительства области Зайти на страницу Министерства охраны Окружающей среды Там отдельная Окошечка есть Вы сразу это увидите Да Спасибо большое Спасибо Понимаем что работы Еще много Очень всем нам успехов Больших конечно Совместных успехов В следующем году В 2018 Спасибо нашим гостям Да мы продолжим Историю с освещением Темы экологических проблем Через два дня Когда к нам придется Сюда в гости Илья Шульгин И мы поговорим С ними еще О полигонах ТБО Есть план Да я знаю Что очень много вопросов У наших слушателей Пожалуйста Все вопросы туда В четверг Мы отсылаем В этот уже четверг Ну а с итогами Года экологии Мы продолжим Наверное еще в январе Когда там будут подведены Больше статистических Каких-то данных Планируется большая Пресс-конференция По этому поводу И мы расскажем И приглашаем И вас Светлана Владимировна И другие СМИ Где-то в конце января В начале февраля Действительно Год экологии Завершается Мы расскажем Вообще Не только о годе экологии Но и о работе Промышленного блока Да Алла Албегова Роман Цитов Первый час Дневного разворота Завершен Через 20 минут Снова в этой студии Владимир Сметанин Светлана Занько Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...